Приветствую всех! На моем канале Оля Счастливая. Подписывайтесь. Кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Мои орхидеи немного ослабленные отобрала. Вот эти две, я вам показывала, они пострадали от резоктаниоза. У них высохли, просто иссохли корки. И если вот здесь вы видите, еще немножко корней есть, то здесь ситуация вообще плохая. Буквально три корешка по одному сантиметру сверху орхидеи совершенно не держатся, поэтому в такой конструкции. И сегодня я покажу вам новые средства, которые еще не показывают себя на канале для наращивания корней орхидеи. Это вот такой препарат Радифарм. Покупала, сразу скажу, на маркетплейсах, но этот препарат международный, то есть он есть во всех странах, потому что я знаю, что мои подписчики часто пишут, что у них в стране, например, нет такого препарата. Вот этот препарат, он должен быть везде, поэтому найти его будет несложно. Замечательный препарат с очень хорошим составом, который идет не только для наращивания корней, но и полноценного растения орхидеи. В том числе после перенесенных стрессов, адаптация, после пересадок, после смены местонахождения. Вот именно для реанимашек хорошее очень средство. Но его можно применять только тогда, когда у орхидеи есть корни. То есть он раскукливает корни, корни идут расти. Если корней нет, вот для меня вопрос, как полить вот эту орхидею, потому что здесь три корешка по одному сантиметру, ну вот буквально точно, вот там на корне я могу капнуть. Вот для этой орхидеи будет проблема. Если у вас есть реанимашки, которым вы наращиваете корни, то, конечно, полить этим препаратом не получится. Но можно уменьшить дозировку в раза 3-4 и дать этот препарат тогда по листу. Но наиболее все-таки он эффективен именно, когда вы даете по корням. Будем с вами его правильно сейчас грамотно применять. Возьму емкости, куда переставлю орхидеи для полива. Вот эти две орхидеи, видите, они у меня напитались. Я их с утра полила, не подумала, что их тоже пролить радиофармом, поэтому не сегодня, но в ближайшие дни. Ну тут корни, знаете, просыхают за сутки буквально 1-2 дня. Здесь вообще можно поливать орхидею каждый день, поэтому сейчас точно вот эту полью. Эту чуть попозже. Переставлю для полива и сразу буду называть орхидеи, чтобы потом мы с вами посмотрели результат. Моя орхидея шокобон, вот так. И еще одна орхидея мультифлора, которую, к сожалению, я не подписала. Корни у этих орхидей есть. Эти орхидеи не пострадали от резоктаниоза. У них все хорошо, но после пересадки про эту орхидею я вам рассказывала, я ее просто немного потеряла и пересушила. Здесь пересушка. Здесь заболевания никакого нет у этой орхидеи. По тургору мы восстанавливали с вами, видите, листья вот сами держатся уже. Все хорошо. Но понятно, что по форме они восстановились вот так. Все здесь восстановится. Почему я уверена, что восстановится? Смотрите, пошел расти лист. Орхидея, значит, сейчас находится в стадии роста. В этот период очень хорошо давать различные препараты. Они будут хорошо сразу идти на пользу и на развитие орхидеи. Здесь тоже, смотрите, растет маленький листик. То есть сейчас они должны очень хорошо среагировать на этот препарат. Можно давать препарат в разные жизненные стадии роста орхидеи. То есть это можно давать и деткам. И когда вы пересаживаете орхидеи, замочить ненадолго, минут на 15 в этом препарате корни орхидеи, тоже замечательно. Они потом очень быстро приживаются, эти орхидеи, и идут в рост. Когда у вас реанимашки. Если видите, что орхидея закуплила и очень долго не растит корни. Закупленные корни тоже хорошо, замечательно. Этот препарат он пробуждает. Потому что здесь комплекс элементов, которые именно стимулируют и рост корней, и развитие самого этого растения. Что касается дозировки. По дозировке можно давать от 1 мл на литр воды до 2,5. 1,5 я уже применяла. Сегодня я хочу применить 2 мл. Вот я уже его отмерила на 1 литр теплой отфильтрованной воды. Запах у этого препарата достаточно резкий. То есть его не спутаете ни с чем. Кто будет приобретать на маркетплейсах, только читайте отзывы, чтобы были оригиналы. Все, прочистила. Ну и сейчас, конечно же, мы с вами перемешаем. Вот таким образом. И поливаем, как всегда, по краю горшка. То есть способ полива орхидеи. Какой бы препарат мы с вами не применяли, он не меняется. Вот таким образом проливаю. И оставим орхидею постоять на минут 15-20. Но здесь, насколько мы оставляем орхидеи постоять, зависит не от применяемого препарата. А от того, влагоемкий ли у вас грунт. Как орхидея быстро напитывается. Большой этот горшок с орхидеей, либо маленький. По моим орхидеям, я знаю, мне нужно минут 15. Наполовину орхидею. И то же самое сделаем здесь. Наполовину заполним, чтобы орхидея стояла в этом растворе. И тоже ставим на 15 минут эту орхидею постоять. Вовремя вспомнила, набрала уже вот этот препарат в грушу. Вот для маленькой орхидеи. Потому что ее слейки полить будет никак. Ее надо поливать точечно. Вот буквально взять. Либо грушу, либо еще, знаете, удобно поливать тоже пипеткой. Тоже хорошо, замечательно поливает. Так вот, с одной стороны я смочила грунт. И я хочу развернуться обратно. С одной стороны всегда стараюсь поливать с двух сторон. С той целью, чтобы и грунт просыхал равномерно. Вот с этой стороны, видите. И тоже увлажнился равномерно. Да, бывает, что цветущие орхидеи стоят на окне. Их прямо там поливаю. Не хочу дергать. Тогда, где вот этой носиком длинным долезла, там и полила. Тогда не получается. Но если вот как в этой ситуации я могу развернуть, то всегда стараюсь это делать. Так, стоп. Все. Половина, половина. Теперь вот этой орхидеи, которую я поливаю точечно. Видите, корешки как. Буквально тут один сантиметр. Вот так капельно. По чуть-чуть. Так. Два корешка. И еще один корешок. Тоже малюсенький, малюсенький. Видите, он такой даже суховатый. Так. Тоже. Мы его поливаем. И где-то у меня есть один тяж. Я его себе оставляла. Вот. И здесь я тоже вот так пролью. Ну, все. Пусть орхидея таким образом стоит. Вот эта водичка у меня здесь постоянно находится. Когда она вот где-то до этого уровня доходит, то потом я уже при следующем поливе ее солью и будет новая. Но она помогает повышать влажность, держать влажность. Потому что, понятно, у орхидеи, видите, листик стал терять влагу. Сколько прошло недель с момента, как я отзадила вот эти маленькие корешки, поднялась кора и как раз видно. Листик, понятно, будет терять влагу. Я думаю, что возьму, подберу какой-нибудь прозрачный пластиковый тоже колпак. Вот сверху вот так накрою, как тепличку тоже, чтобы держать влагу и повышать влажность вокруг этой орхидеи. Эту орхидею, как я вам сказала, пролью чуть позже, потому что сегодня влажные корни. Немного препарата у меня осталось. Это я возьму азиатские подростки, которые у меня есть. Пройду и вот просто понемножечку их тоже полью вот этим препаратом. Чтобы в его составе, как я вам говорила, есть гормоны роста, свободные аминокислоты, витамины, цинк, азот, калий. То есть орхидеи должны пойти рост и должны раскуклить корни. Знаете, тогда у корней прям такие вот боковые ответвления идут, в стороны много-много появляется разных корешков и начинают расти. В этом случае, когда вот так мало корней. Да, конечно, как я вам показала, точно я полила, но лучше использовать препараты, с помощью которых можно смазать просто шейку для роста корней. Например, препарат Ребаф Экстра. Много раз вам на канале показывала, рассказывала, как смазываю шейку орхидеи, а потом показываю результат, как идут расти корни. Ссылочку на видео, как применять препарат Ребаф Экстра до орхидеи, у которых нет корней, либо надо нарастить корни от шейки, оставлю в описании под этим видео. Если нет препарата Радифар, чем можно заменить? Суперпрепарат Циркон. Тоже вам показываю, наверное, года 4 у себя на канале, и до, и после применения препарата Циркон тоже замечательно. Раскукливается, идут расти корни. Но тоже в таком случае надо поливать по корням, которые уже есть. Досмотрите это видео до конца, и будет прямой переход на видео о том, как применять Циркон для наращивания корней орхидеи. Все, орхидеи оставляю, постоят. Как часто применять? Полить этим препаратом орхидеи надо 3 раза в подряд. То есть следующий полив у этих орхидеи, вот 4, я вам покажу сразу для эксперимента. Следующий полив у этих орхидеи тоже будет с этим препаратом, и третий полив тоже с этим препаратом. Ну а потом уже буду поливать, скорее всего, водой орхидеи, и через некоторое время обязательно поделюсь с вами результатом. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!